Имя Евгения Андреевича Пермика хорошо известно как взрослым, так и читателям-школьникам. Среди его книг есть сказки, рассказы, комедии, драмы, романы, повести, публицистические статьи и очерки. Для детей и юношества он написал более двухсот книг, среди которых «Дедушкина копилка», «Торопливый ножик», «Тонкая струна», «Пичугин мост», «Иголкиные братья» и многие-многие другие. Его сказки отличаются большой выдумкой, смелой фантазией, сочностью и выразительностью языка. Читаются они легко, на одном дыхании. Герои сказок не ищут помощи у волшебных сил, в них всегда побеждает разум, мудрость, настойчивость и труд. В рассказе Пермика «Шестой Малахай» главным персонажем является лиса, которая, попав в неволю со своими лисятами, продолжает о них заботиться, несмотря ни на что. И хотя лиса понимает, что человек вряд ли отпустит ее на волю, она пытается воспитать своих детей свободными лисами. Удел лисы стать Малахаем для человека, который заботится о ней только для того, чтобы шкурка была погуще для будущей шапки. Но не такого будущего она желает своим детям. Евгений Пермяк «Шестой Малахай». Мне было тогда лет семнадцать. Я служил в заготовительной конторе разъездным. Это была должность человека верхом. Куда пошлют, туда и едешь. Что поручат, то и выполняешь. Как-то ранней весной меня послали на Копылуху, где бы послали сабуны нашей конторы. Я поскакал туда с большой радостью. Там у меня был друг Кусаин, и я всегда останавливался у него в юрте. Перед казахскими юртами нередко можно было встретить лисенка, привязанного к колу. Делалось это так. Вбивали в землю кол, на кол надевали скользящее кольцо с ушком, к ушку привязывали цепь, а на цепь сажали лисенка в ошейнике. Лисенок бегал вокруг кола. Скользящее кольцо не позволяло ему запутываться. С лисенком играли дети, кормили его, ухаживали за ним. В земле лисенок становился лисой, а затем малахаем, особой казахской шапкой, напоминающей треух. Приехав к Кусаину, я увидел большую красивую лису, привязанную к колу. Она, развалившись, кормила пятерых лисят. Лисята не были на привязи. «Добыл всю семью, кроме отца», – сказал Кусаин. «Как же они не убегают?» – спросил я у него. «Куда им бежать?» – ответил тот. «Зачем им бежать от матери? Как они будут жить? Кто их будет кормить?» «Маленькие, плохо бегают, охотиться не могут. А тут им хорошо, и мне хорошо. Вырастут, шесть малахаев будет». Пока я жил у Кусаина, все свободное время отдавал лисе и ее детям. Кусаин вырыл неподалеку от кола нору и заслал ее шерстью. Лису кормили сырым мясом и потрохами. Лисят подкармливали кобыли молоком. Лиса временами забывала о неволе. Она радовалась вместе с резвящимися лисятами, тщательно вылизывала их, играла с ними и покорно растягивалась у норы, когда приходило время кормить своих крошек. Лиса – трудноприручаемый зверь. Шумы и голоса людей пугали ее. Дым и огонь костра страшили ее. Соседство собаки – опасное соседство. Но у нее дети, она мать. Чувство материнства заставило лису примириться со всем. Оно сильнее страха. Оно заставило ее забыть о цепи и ошейнике, о неволе. Иногда лису выводили на прогулку. Это делал сын Кусаина. Он надвязывал цепь и бегал с лисой по степи. Лесята бежали рядом. Лиса, тубо натягивая цепь, стремилась вглубь степи, подальше от жилья, от чужих запахов, в родные просторы. И каждая такая прогулка ей, наверное, казалась началом освобождения. Но напрасно. Цепь возвращала ее. Мы поворачивали назад. И лиса теперь не стремилась бежать первой. Она плелась за нами, понурив голову. Плелась к ненавистному колу, в ненастоящую, выкопанную человеком нору. А лесята ничего не понимали. Они бежали, перегоняя один другого, завязывая дорогой безобидную грозню. Завершив дела, я уехал к себе. После этого я не был у Кусаина несколько месяцев. А поздней осенью меня снова послали на Копылуху. Погода стояла отвратительная. Тучи ползли над степью так низко, что казалось, их можно было хлестнуть плеткой, если чуточку приподняться на стременах. И вот я приехал. И, конечно, сразу же к Кусаину. И тотчас же спросил о лисе. — Посмотри, — сказал он, — посмотри. Нерасседывая лошади, я побежал к лисему колу за юрту. Там я увидел неподвижно сидящую лису. Ее исхудавшая острая морда стала вытянутой и тонкой. Лиса напряженно смотрела в степь. Ее скулы нервно вздрагивали. Она не обратила на меня никакого внимания. Изредка устала и медленно мигая, лиса, не переставая, вглядывалась вдаль, будто желая кого-то увидеть сквозь мглистую пелену. У норы лежали куски мяса, но она не прикоснулась к ним. — Они той ночью бросили ее, — грустно сказал Кусаин. — Зачем им теперь мать? Она выкормила своих детей. Она им дала все. Острые белые зубы, теплую рыжую шубу, быстрые ноги, крепкие кости, горячую кровь. Зачем им теперь старая лиса? Наверное, в детстве мне довелось много слышать слезливых сказок, и они научили меня жалеть даже сломанное дерево. Мне безумно было жаль лису. Лису, так заботливо и так нежно воспитавшую страхи и неволи, рядом с шумным и дымным жильем человека, пятерых лисят. И они теперь оставили свою заботливую мать наедине с ненавистным колом. Они покинули ее темной осенней ночью, когда все спали, и ни выстрелы, ни собаки их не могли догнать. Это была хитрость. Хитрость, которую, как и свою жизнь, они тоже получили от матери. Для зверей все это вполне законно, но человек и зверя хочет видеть лучшим, чем он есть на самом деле. Так уж устроены благородные человеческие глаза. Она звала их, сообщил мне Кусаин. Она жалобно звала. Она вчера лаяла на всю степь, как по мертвым. Жалко, очень жалко. Большой убыток. Пять малахаев убежали. А потом Кусаин посмотрел на меня и умолк. Что-то вдруг изменило мысли моего степного друга. Может быть, мое молчание? Ведь мы с ним обменивались не только подарками, но и добрыми чувствами. Постояв минутку, потупившись, он направился к лисе. Если пропали пять малахаев, пусть пропадет шестой. У меня каждый раз будет болеть голова, когда я надену шкуру такой несчастной лисы. У всякого свой головной боль, сказал он, хорошо говоривший по-русски, нарочито коверкая слова, будто высмеивая этим свой явно неохотничий поступок. Сказав так, он снял с лисы ошейник и крикнул на нее. Лиса не убегала. Тогда он пронзительно свистнул. Лиса сжалась и кинулась в нору подли кола. Уже не верит в свободу, сказал он. Не верит, что мы с тобой немножечко смешные люди. Утром нора оказалась пустой, и Кусаин, входя в юрту, сказал, вставай, чай пить будем. Шестой малахай убежал искать свои пять малахаев. Она их найдет, обязательно найдет. Найдет и скажет, Эх вы, эти самые! А может быть промолчит? Простит? Она ведь мать!